Георгиевская ленточка В наши дни из наградной лента стала символической, однако требует она не меньшего почтения, поэтому вешать ее на сумку или завязывать на запястье, мягко говоря, некорректно. Также не стоит размещать ленту на головном уборе, завязывать в волосы, прикреплять на брюки и, разумеется, на обувь. Ни в коем случае не завязывайте георгиевскую ленточку в качестве пояса или ремня на одежде. Для тех же, кто хочет повесить двухцветный символ на одежду, идеальное место на груди, возле сердца. Также можно закрепить ленту на воротнике рубашки, но только при условии, что она не треплется на ветру, а бережно подколота булавкой. Самые популярные формы крепления – бантиком, конвертиком или петелькой с нисходящими концами. Помните, что георгиевская лента – это в первую очередь символ памяти и уважения, а не способ украшения. Для автомобилистов и владельцев велосипедов знаком неуважения будет повесить ленточку на колесо, дворник или дверную ручку. А вот в салоне машины вешать георгиевскую ленточку не возбраняется. Кстати, так и на антенну. Но помните, как только увидите, что ленточка запачкалась или порвалась, немедленно замените ее на новую. Грязные и обтрепанные ленточки – это некрасиво и неуважительно. Но есть и вовсе непотребные способы использования георгиевской ленточки. В погоне за высокими продажами рекламщики привлекают внимание к своим акциям любимыми путями. Например, ленты небрежно повязаны на бутылках водки. Мало того, что это алкогольная продукция, так еще ленточка не может служить для продвижения товаров и использоваться в качестве элемента товарной упаковки. Просто помните, ленточка – символ несломленного духом народа, который боролся, победил фашизм в Великой Отечественной войне. Надеемся, вы воспользуетесь нашими советами и будете носить георгиевскую ленточку правильно. С праздником!